Глава Республики Александр Худиланин вернулся с Пекинского форума. Главным событием стало подписание меморандума о строительстве скоростной дороги, которая соединит Европу и Великий Шелковый Путь. По словам главы, на сегодняшний день дорога уже проложена через Казахстан и вскоре должна выйти на территорию России. Глава подчеркнул, что это достижение – продолжение той целенаправленной работы, которую в течение последних двух лет проводит Республика. Другие регионы приехали и думали, что там уже очередь стоит, и их там все ждут. Совершенно не так. Мы к этому шли два с лишним года, готовились. И даже к этому форуму готовились длительное время наши структуры правительства. Поэтому, безусловно, было помимо доклада, помимо подписания меморандума о строительстве скоростной дороги, было очень много перспективных встреч по возможному вхождению китайских инвесторов на территорию Республики Карелия. Китайские инвесторы заинтересовались разными возможными сферами вложения денег от туристического бизнеса, который сейчас на подъеме в Карелии, до добычи на территории Республики драгоценных металлов и гранитов. Первое, что они берут, это берут габр-радиобас. Им очень это нравится, причем можно было даже не сомневаться, когда пришла уже третья компания, мы уже нам разложили, даже по специальным подальше положили, и он сразу высмотрит ход. Это габр-радиобасы. То есть их очень интересует красивый природный гранит. Кстати, одно соглашение с китайцами у Карелии уже есть. Китайский инвестор намерен вложиться в строительство Белопорожской ГЭС в Кемском районе. Приход новых инвесторов не случайно считает глава, а результат проделанной работы. По мнению главы региона, привлечение инвесторов поможет Карелии в перспективе уйти от статуса дотационной территории и выйти на самоокупаемость. Продолжение следует...